Всю Африку ничего такого серьезного с нами не случалось, но сегодня Эфиопия со второго прихода атакует достаточно мощно. Но, я думаю, выживем. Есть надежда и прогноз оптимистический, осторожный. Нужно же доснять материалы про Африку. Еще чуть-чуть. Две страны осталось. Свою последнюю ночь в Кении мы провели прямо на территории пограничного КПП. Наш завтрак по-кенийски довольно неплохо. Правда, тут логика такая, что если номер один, то и завтрак один считают не по людям. На севере Кении уже видно арабское влияние. Например, чаек. Вот такой. С молоком и с сахаром. Лена говорит, завтрак-завтрак, а с собой чаек в дорогу надо. Растет женщина. Город Майале, который поделен между Кении и Эфиопии, заставил нас хорошенько понервничать. Во время нашей поездки именно в Майале не один раз вспыхивал локальный вооруженный конфликт между племенами. Мы внимательно следили за ситуацией и время нашего перехода границы совпало с уже двухнедельным спокойствием в регионе. На границе нам проштамповали паспорта и сказали, что все спокойно. Так что мы уверенно покатили наши первые километры по новой стране. Но уже через несколько минут жизнь как будто бы вымерла. Мы сейчас в передряге почти что. Тут военные с автоматами прямо возле границы. Половина людей показывает проезжай, половины нет, кидаются камнями. Это конечно жесть. Это Майале, город прямо у границы Кении и Эфиопии. И это то неспокойное место, которое нам нужно проскочить как можно быстрее. Пришлось довериться инстинктам и полицейскому, который посоветовал давить на газ. Так мы и сделали, проскочив этот опасный участок. К сожалению, снимать раздраженных людей с оружием мы в тот момент не могли. Прямо перед нами летели камни, а в другой руке у метателей были автоматы. Мы очень надеялись, что они не поменяют оружие хотя бы в следующие несколько минут. Нам очень повезло проехать Майале в нужный момент. Навстречу нам уже двигались грузовики эфиопской армии с солдатами и амуницией. А в тот же вечер начался новый виток конфликта. Тот декабрь унес не один десяток жизней. В одной только атаке на гостиницу в городе погибло 12 людей. Кроме локальных конфликтов с племенами, в Эфиопии есть и проблемы с топливом. На каждую заправку выстраивались километровые очереди из тук-туков. Но, к счастью, с дизелем все было в порядке, поэтому долго нам ждать не пришлось. По крайней мере, в этой части страны. Вот так выглядит эфиопская заправка. Немножко хаоса. Нас окружают со всех сторон грузовики и нам нужно залить в один бак и потом еще во второй бак. Все происходит немножко в ручном режиме. В Эфиопии сим-карты нужно регистрировать, как в многих странах. И офисов в Эфиопии телекома очень мало. Я пришел, когда купить сим-карту, там было людей, наверное, 20-30 в офисе. И на улице целая отдельная зона, где ждут еще человек 50, наверное. И там даже полиция, охрана все порядком следит. Потому что один офис на город, где можно купить сим-карту, зарегистрировать. Поэтому очень большая очередь. Но сразу ко мне подошли и меня, как гостя страны, сразу пригласили без очереди. Не пришлось ждать. И сделали все очень быстро. Буквально 10 минут. И уже сим-карта была. Все объяснили, как сделать. Только единственная загвоздка. Нужно ее вырезать под маленький формат наносим для айфона. Что нужно было сделать уже отдельно, но мы это сделали. И интернет заработал. Медленный эфиопский интернет пошел. Так что мы счастливы. В Эфиопии вновь стало больше КПП, от которых мы уже немного отвыкли. Военные редко что-то просили, в отличие от своих западно-африканских коллег. Но африканские дети везде и оппортунисты. Кстати, под нашими видео часто встречаются комментарии, мол, вы зажали дать ребенку конфету или денег пьяницы или еще что-то типа того. Если вы когда-то окажетесь в Африке, то просить у вас что-то будут минимум несколько десятков раз в день. И что интересно, часто нет какой-то реальной нужды у просящих. Например, за все полгода, когда у нас просили кушать, мы предлагали часто хлеб. И от хлеба не отказались только два или три раза за всю поездку. К сожалению, часто белых людей воспринимают как ходячий банкомат в Африке. И культура дотации к ничему хорошему не приводит. Люди отвыкают работать и просто надеются на то, что кто-то им поможет. Хороший способ помочь людям в Африке, это поддержать тех, кто делает что-то полезное. Например, купить какие-то продукты у дороги или остановиться на кемпинге у местных. Но чтобы помочь Африке, не обязательно даже туда ехать. Есть такой прекрасный сайт, который называется Kiva. На Киве можно одолжить деньги людям по всему миру на развитие их маленького бизнеса, на обучение детей, на улучшение жилищных условий, например. Я Кивой пользуюсь еще с 2012 года. Я считаю, это намного более эффективный способ помочь Африке, чем раздавать конфеты или деньги детям. Давайте делать мир лучше не только комментариями на ютубе, а и реальными делами. Присоединяйтесь ко мне и еще почти 2 миллионам людей, которые делают это через Киву. Ссылку я оставлю в описании. Еще приближаясь к столице Эфиопии, городу Адис-Абеба, стало понятно, что нас ждет что-то необычное. Глядя на эту автомагистраль, можно было бы подумать, что мы где-то в Австрии, но это самая настоящая Эфиопия. Утренний Адис-Абеба, и мы пойдем на эфиопский кофе, который варят тут на каждом, каждом углу. Господин Друзь, вопрос снят, как вы догадались, самим телезрителям. Внимание на экран. Уважаемые знатоки, как бы вы представили блюдо чичи-баса и блюдо малава? Чичи-баса, малава. Довольно вкусно, на удивление. Со специями и лепешком. Глядт отдельно дают. Вообще, эфиопская кухня оказалась довольно самопытной. Такие блюда мы нигде до этого не видели, причем это не какое-то одно блюдо, а их кухни-бор. Даже чай, просто специальный тип, принесли мне с апельсином, корицей, имбирь, чай. Все это вместе сделано. Такого никогда не пробовал, но сейчас, когда немножко простудился, слегка. Самое одно. Посмотрим, поможет ли. Делаем копии для суданской визы. Нужно сделать копии визы в Эфиопии. Местная копировальная станция. Наверное, основная масса такси в Аддис-Абабе, это старенькие Жигули первой модели. Наверное, когда-то Советский Союз помог или продал. Так до сих пор все и ездит. Мы пришли кушать икитфу, традиционное эфиопское блюдо, которое состоит просто из сырого мяса и специй. Надеюсь, что нам после этого будет хорошо. Пахнет это все очень вкусно. Местные едят. Тартар мы тоже когда-то кушали. Так что, думаю, все будет нормально. Не попробовать это мы просто не могли. Еда оказалась еще вкусной. Конечно, все во рту печет, но вкусно печет. И, конечно, вопрос становится, доживем мы или до завтра, съем сырое мясо. Но как-то так думаю, что в Хмельцком, наверное, в Украине мы рисковали бы больше, если бы заказывали такое блюдо. А тут это единственное блюдо этого ресторана. Мы шли в поисках места, чтобы выпить кофе и попали в такое интересное кафе, которое написано еще с 1953 года открыто. Но, что интересно, здесь нет стульчиков. Можно выпить кофе, что-то скушать. И для детей есть такой небольшой, так сказать, загончик, где можно стоять вокруг и смотреть, как дети играются. И, в общем, очень интересный концепт. Никогда бы не подумал, что что-то такое нас будет ждать в Эпиопии. Мы едем сейчас на самый большой базар в Африке вместе с нашим гидом Ереном, которого мы попросили нас сопровождать и показать нам рынок. Посмотрим, отличается ли он от Хмельницкого базара и насколько. На кого он бочку катит, а? Посещение базара. Начинаем со смотра сувениров. Как говорится, еще не родился тот гид, который не заведет вас в магазин. Но тут сам базар, часть нашего тура. Поэтому интересно, в принципе, посмотреть, что здесь есть. Вот себе даже кошелечек купил за 100 бир. Это где-то 3,5 доллара. Вот такие цены, чтобы вы понимали. Вроде бы кожаный кошелечек, но не знаю. Но есть всякое. Особенно на христианскую тематику много чего. Есть иконы, есть какие-то картины. Даже на коже, вон, смотрите, религиозные мотивы. Что интересно, нас толкучкой не удивишь. Мы выросли на толкучке. А что удивишь, это кассовый аппарат на рынке. Зашли в кафешку, свернули в какое-то блядь. Ну, мы ночевали и в отелях похуже. Наш гид Ярет первым делом повел нас через внутренности гостиницы на крышу, чтобы понять масштаб Адис-Мерката, самого большого базара Африки. Смотрите, какая Ленка смелая стала за полгода жизни в Африке. Раньше по такой лестнице, ну не знаю, лезла бы или нет, что с людьми делают в путешествии. Базар тут больше квартал целый или несколько кварталов. 11 квадратных километров. Отличается это от организации базара. Даже в Хмельницком, в Украине у нас нет улиц для машин. Просто пешеходная зона огромная. Но тут довольно много есть таких улочек, которые уходят в разные стороны. И люди ездят, носят все, и многоэтажные даже здания есть, где продают что-то на втором, на третьем этаже, и не только на земле. Такой вот базар в Адис-Абебе. На самом базаре Адиса идет самая настоящая жизнь в, так сказать, сырой форме. Это очень подходящее место, чтобы почувствовать колорит города. Кстати, как вы думаете, можно ли назвать жителей города Адис одесситами? Напишите об этом в комментариях. Вместо пластиковых пакетов используется вторичная переработка. Просто какие-то бумажки складывают и потом в это засыпают то, что вы хотите купить. На базаре многие люди не хотели попадать в объектив нашей камеры. Но также много людей были не то, чтобы не против сняться вместе, а даже гостеприимно к этому приглашали. Сам базар поделен на секции. Где-то торгуют продуктами, где-то металлом, где-то пластиковыми канистрами и свежемолотыми специями в мешках. Есть даже отдельные места, где можно купить кат. Наркотическое вещество, которое часто забивают за щеку арабы. В Кении мы кат особо не встречали, а вот в Эфиопии он уже повсюду. Видно, что эта страна соединила в себе африканские и арабские миры. Музыка. 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 Сколько люди носят на головах металла, я не знаю сколько килограмм там может быть, на вскидку 50 возможно даже, это вообще я в шоке. Тут на базаре есть все, даже куча пластиковых контейнеров наверху вон там и не знаю перепродают их или что-то с этим делают. Привет! Привет в Украине! Многие хотят сфотографироваться, что классно. Мужчины конечно же к Лене, но я польщен, что я немножко во вкусе местных женщин тоже. Они тоже хотят фоточки. Что интересно, базар это не просто базар, это и производство. Здесь делают все из металла и из глины и вообще много из чего. Даже стирают вещи. Здесь настоящая жизнь происходит эфиопская. Не все любят попадать на камеру, но насмотрелись мы конечно. Очень многого и каждый доллар уплаченный я раду этого стоит. Теперь мы забрались на одну из самых высоких точек над Аддисом. Говорят, что Аддис был основан именно на этом холме, потому что для военных целей это была хорошая стратегическая точка. А сейчас можно просто полюбоваться городом отсюда. Тяжело осознать, но мы на высоте 3200 метров. Аддис Абаба это третья по высоте столица мира, по расположенности на высоте. Последний император дает лекцию студентам университета про использование времени. Но мы пришли в национальный музей Эфиопии, чтобы познакомиться с нашей пра-пра-пра-пра-пра-пра бабушкой Люси. Вот останки Люси. Три-два миллиона лет тому назад жила эта женщина. Здесь останки ребенка трехлетнего и разница между Люси и ребенком 150 тысяч лет найденных в возрасте этих останков. Люси 3,2 миллиона лет, а там Арди более 4 миллионов лет. И вот между ребенком и Люси 150 тысяч лет разница. А теперь просто не получается представить, что мы знаем по сути историю последних только нескольких тысяч лет. Хотя между этими скелетами 150 тысяч лет. Сколько уже Земле и сколько людскому виду времени. И насколько мы просто ничтожно, мелочны. Наша жизнь это вообще ничего времени по сравнению с возрастом нашего мира. Философия философии, но обед по расписанию. Сразу и мясник и кафе. Мясо все висит. Тут же его нарезают. И потом готовят даже. Иногда прямо на столе. Но эфиопцы часто едят сырое мясо тоже. Он будет кушать сырое мясо со специями. Эта корова была жива сколько дней назад? Оооо, да, предварительно недели. Предварительно недели. Ха-ха-ха. Корова... ...неделю, возможно, была зла. Ха-ха-ха. Это хорошо? Говорит вкусно. Никто не захочет кровать, когда у него романтика. Просто адаптация. Вчера мы кушали сырое мясо тоже. И сегодня немножко не хочется сырого мяса опять. Но ничего страшного не случилось. Но, наверное, нужно просто привыкнуть к этому. Вот я рад. Привык. Это точно. Лена решила все-таки попробовать сырое мясо. Но просто кусочек для вкус. Ты скоро домой? Я легче. Тесто и буду дома. Я думаю, за 32 страны Африки они уже есть. Своим товарищем. Большинство людей вокруг таки едят сырое мясо. Просто большими кусками ножиком отрезают и наяривают. Интересно, почему они не хотят и вожают. Не надо. Если у вас есть вожают? А вожают? А вожают. Почему ты не едешь... Почему ты любишь его мясо? Потому что ты думаешь, что вкуснее? Это делает тебе сильнее. Просто для тебя сильнее? Да. А если ты любишь его вкусное мясо? Я хочу сказать, что я больше вкусный. Я выбрал fried one. Но этот, чтобы... Я не ем так много мяса. Но маленький. Это очень вкусный. Я попробую сейчас. Многие люди говорят, что они любят мяса. Они говорят, что мясо мяса мяса. Они любят это. Но это просто потому, что это экстравагантно. Приготовленное мясо очень-очень вкусное. Называется это... What is the name of this thing? Шекла Типс. Так, вот эта штука называется шекла. Мясо Типс. Жареное мясо. Шекла Типс. Вот это блюдо. Если когда-то окажетесь в Эпиопии, обязательно попробуйте. Мы закончили тур по городу. Вместе с нашим гидом Яредом. И... Очень классно. Очень классно. Он даже попробовал раздобыть нам номер, но просил за это дорого. 30 долларов. Максимум мы платили 6 или 7, наверное, за номер до этого. Что решили, что дальше сами этим займемся. Вот. Только что забрали паспорта с визами в Судан. Так что теперь завтра утром мы можем отправляться дальше в наше путешествие на север. Мы пришли в культурный ресторан. Говорят, что это не просто туристическое место. Здесь очень много среднего класса эфиопского. И похоже на то, что это правда. Моем руки перед едой. Традиционные блюда в эфиопии часто подаются на инжере. Это такая кислая и немного противная лепешка, на которую кладут разного рода начинки. К этому нужно привыкнуть, но получается достаточно вкусно. В культурном же ресторане можно насытиться не только традиционной кухней, но и танцами и песнями. Многие местные что-то праздновали и к ним подходили потанцевать артисты. Неожиданно в эфиопском традиционном ресторане поют на китайском. И китайцы просто писают от счастья. Такие они новые колонизаторы Африки. Адис действительно оставил очень приятное впечатление. Эфиопия это единственная страна Африки, которая не была колонизирована. Местная культура и еда достаточно богаты и самобытны. Тут есть на что посмотреть и город сравнительно безопасен. Конечно, в темноте на улицу выходить нельзя. И мы один раз чуть не попали в неприятность, пройдя буквально 10 минут в гостинице в ресторан. Несколько парней резко вышли от забора за нами. Но мы вовремя сориентировались и успели сесть в такси. Кроме столицы, тут достаточно и других достойных мест. В одной из таких, город Лалибелла, мы и отправились дальше. Красота, конечно, необыкновенная в горах Эфиопии. Можно останавливаться хоть каждых 5 минут, а то и чаще, если есть желание. Но есть один нюанс. Автобусы будут обгонять и придется тащиться вверх. Вот как сейчас. Сама по себе дорога в Африке – это всегда приключение. В Европе ты никогда не увидишь столько разнообразия. А тут и природа, и животные, и местная жизнь, и креативные водители. Можно даже узнать, сколько людей способен перевезти один пикап. Посчитать нам это количество не удалось, но выглядит внушительно. Мы поднялись на высоту 3000 метров, даже немножко больше. Уже красота необыкновенная. Нам говорили, что Эфиопия красива. Так и есть. В принципе, отличается природа от места к месту. Но тут в горах, как всегда, особенно красиво растет эвкалипт. Какие-то хвойные деревья. Останавливаемся сфотографировать. Местные прибегают. Но какого-то бедствия, голода не увидели. Вроде бы нормально себя люди более-менее чувствуют. Но, как обычно, африканская сельская жизнь. Мы приехали в Лалибеллу. То место, где есть выдолбленные из камня церкви. Но это мы будем смотреть завтра. Смотрите, какой здесь прекрасный вид. Очень красиво, очень красиво сюда добирались по горам. Всего лишь километра, наверное, 250 мы сегодня проехали. Но это заняло больше 6 часов. И это еще, в принципе, мы быстро справились. Обычно в Эфиопии бывает и помедленнее. В тот же вечер в Лалибелле случилась и знаковая встреча. Слава вышел из кемпинга купить хлеб, но вернулся только через минут 40. Дело в том, что он встретил по дороге мальчика, который помог ему найти хлеб. А потом отказался от платы за помощь и пригласил посмотреть, как он живет. Томас живет вот в такой комнатке, которая обходится ему где-то в 7 долларов в месяц. Мечтает выучиться и стать стоматологом. Для этого приходится жить в 40 километрах от семьи и добывать себе деньги, чистя обувь. Как это произошло, что у тебя два братья и одна сестра, но только вы решили идти в Лалибелле? Почему? Нет. Нет. Потому что он не начал школу. Просто для школы? Мне просто хочу школу. Я пришлюсь в Лалибелле, потому что в стране нет школы, нет школы. В Лалибелле есть школы. Когда он увидит жизнь, он вернулся. Потому что в городе есть более сложный? Да, это очень сложный. Потому что он имеет свою собственную комнату. Да, иногда нет. Когда он спит, он просто готов, нет еды. Но ваши родители, они хотят вас идти сюда, или хотят вас остаться в стране? Мои родители хотят остаться в стране. Это далеко, 42 километра. Мои родители не хотят вас идти сюда? Нет. Они хотят вас остаться в стране? Знаете, иногда, в маркете сегодня, я встречала мою семью, они приехали сюда. Они получили денег, может быть, просто маленькие деньги, для чего-то. Они дали немного денег? Да. Но сейчас, они не дали ничего. Да. Они не дали ничего? Да. Они не дали ничего. Они дали только туристы. Они хотят, как у вас, они еще. Они тоже方ат. Они из Германии, они платят за месяц 200 тысяч рублей. Это было такое, очень желаемое. Они дали мне какие-то, они дали мне это для моих парней. Они дали это для моих парней. Он также платит вы месяц. У вас есть телефон или нет? Нет. То есть все у вас есть плосы и пакеты для школы? Да, еще раньше я платил 300 рублей. Для школы. И когда вы делаете шушайн, сколько денег вы получаете в день? Некоторые люди, когда вы работаете на шушайн, спрашивали о доме. И они мне 200 рублей. Некоторые люди, они мне 150 рублей. Но когда вы работаете, это как новое. Но некоторые люди тоже платят на доме. Вы говорите, люди из Этиопии или туристы? Нет, туристы. Только туристы? В Этиопии. В Этиопии. Когда вы работаете на эти шуши, это примерно 10 рублей. Для туристов. Но у вас есть клиенты из Этиопии или нет? Для Этиопии? Для шушайн. Нет, я хочу работать на Этиопии. Да. Потому что нет. Но в этом году не работают на Этиопии. Потому что когда вы работаете на туристах, 100-200 рублей. Да, да. Когда вы работаете на Этиопии, 10 людей, просто 100-50. Да. Очень сложно. Да, я понимаю. Понятно. Не знаю, все ли из того, что мне рассказал Томас, было правдой. Я посмотрел некоторые его тетрадки по химии, по физике. Задал ему простые вопросы. Например, какая формула воды. И он не смог ответить. Значит, он все-таки ходит в школу и учится. Говорит, когда нет денег заплатить за аренду, то спит на улице. Я спросил, холодно ли. Он говорит, что иногда да, но не проблема. Он знает две собаки, можно их обнять. Тогда теплее. Если нет денег на еду, то с ресторанов часто местные дают какие-то остатки ему. Вот в таких случаях, я считаю, нужно помогать. Очевидно, что у парня есть мечта. Он хочет вырваться из сельской жизни без перспектив, выучиться на дантиста. И я оставил ему немножко денег, чтобы помочь. Потом еще познакомил с китайскими туристами, которые тоже сняли о нем сюжет. И мы до сих пор поддерживаем связь по имейлу. На Рождество недавно он писал, что будет праздничный ужин с мясом и другими деликатесами. В общем, у парня все хорошо и пока что план выполняется. На утро мы пошли увидеть то, ради чего, собственно, в Лалебелу и приезжают. Храмы высечены из цельного камня. Храмы высечены из цельного камня. Обж你們 с染у Маким Ахамимовы Ножи vullquest the same��� отдыха с людей до уникального Ihra. Тут же сами знают конца книги. Мы самые интересные подарки. За это духа могла уничтожить дня. Эти китайский пальцев möccühли. Эти китайский наберя. Бы Соща как компаний Henry обвensemble дескт-техоги. Те GOT SHM Макимонам Ахамим. Выглядит все это магически И как нам показалось, магию создают даже не сами строения А факт того, что это не аттракцион для туристов А настоящая святыня для местных Которые утром приходят на службу в белых одеждах Откуда взялись храмы, никто точно не знает Конечно, у местных есть стопроцентная версия Со строительством помогали ангелы Но западный мир приписывает заслуги королю Лалибелла В 12 столетии король решил построить новый Иерусалим После того, как мусульманские завоевания перекрыли путь в святую землю Вообще, Эфиопия гордится тем, что стала одной из первых христианских наций еще в 4 столетии Местные считают себя потомками царя Соломона И заявляют, что ковчег завета находится у них По стране ходит огромное количество легенд, связанных с христианством Без взгляда на то, что из этого правда, а что нет, ясно одно Христианство и православие глубоко проникли в культуру страны А храмы Лалибелла действительно прекрасны Вот мы утречком идем в церкви Встретили нашего вчерашнего друга Томас Томас Африка на колесах Африка на колесах Африка на колесах Во всех деревнях все это ручной труд Собирают пшеницу с ногами, сирпами Потом несут на голове Омолотят с помощью коров И только подъезжая к большому поселку Лалибелла Мы увидели пару грузовичков А все остальное это ручной труд И, наверное, в этом кайф Эфиопии Что у нас сейчас осталось очень автентично Даже мобильных телефонов в Эфиопии немного Хотя по всей Африке проникновение мобильной связи, интернета достаточно высокое Но в Эфиопии всего один оператор Связь так себе И телефонов не так много у людей И не видно, чтобы они ими пользовались Не видно каких-то киосков массовых От операторов связи Как это обычно в других странах есть Поэтому, если хотите Такую еще немножко Аутентичную, неизведанную Африку Отправляйтесь в Эфиопию Попрощавшись с Лалибеллой Мы отправились в сторону Судана И остановились на ночь возле Гондора Обычно мы животных не убиваем Даже паучков Но недавно я тут смотрел Искал паука, которого мы встретили в Зимбабве И, похоже, я нашел на картинке Именно вот такого, как на стене И было написано, что он достаточно ядовит Поэтому извини, паучок Но сегодня не твой день Не знаю, было ли это проклятие убитого паука Или все-таки сырое мясо из Одисабебы догнало славу А потом и меня Температура по 39 и полное бессилие Заставила нас задержаться в гостинице под Суданом Еще на денек В Одисабебе еда нам не сильно пошла И вроде бы уже все нормально было Но вот сегодня Под Суданской границей Которую мы планируем завтра переходить Настигла вторая волна Нужно же доснять материалы про Африку Еще чуть-чуть Две стороны осталось В общем, эфиопская еда Все эксперименты эти Это, конечно, было интересно и вкусно Но вчера целый день я провел отдыхая Позавчерашний вечер был вообще Это что, отдых был? Был вообще страшным Но сегодня вроде бы уже все окей И мы продолжаем наше движение В Судан Эфиопия оказалась очень гостеприимной Мы немножко подружились с хозяевами этого отеля Нам с собой напаковали мед, бананы, хлеб в дорогу Вчера мы их, конечно, угостили немножко южноафриканским джинном В общем, Эфиопия очень гостеприимна Очень хорошая страна Прекрасная Поэтому езжайте Убивайте свои стереотипы Но мы езжаем в Судан Где нас ждет новое приключение Перед нами осталась Сахара За которой мы изрядно соскучились И всего две африканские страны Судан и Египет Про наши приключения там Вы узнаете уже через неделю Так что не забудьте подписаться на канал И оставить комментарии под этим видео Это здорово помогает Ютубу Рекомендовать наш контент другим зрителям Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok